сегодня я запишу интересное видео на неожиданно наткнулся тут на такую статью называется средний возраст футболистов в лигах европы на и что мы тут читаем значит у нас тут средний возраст футболиста на 25 26 лет в районе 26 то есть если вы посмотрите как начинается футбольная карьера да то есть приходят игроки там возрасте там 18-20 лет а возрасте 30 лет они уже футбольную карьеру по большому счету заканчивают а если вы посмотрите официальные графики по старению но по старению человека вы увидите что все графики начинаются с возраст 30 лет то есть по официальной науке до 30 лет люди не стареют вообще ну как они не стареют когда у вас вот футболисты стареют то есть вы когда смотрите какой чемпионат мира или европы лет вот возрастная команда возрастная команда возраст средний игроков в районе 30 лет это возрастная команда а молодая команда это где-то в районе 20 лет то есть из из исходя из этих цифр мы видим что футболисты футболисты они стареют до 30 лет и вот у меня значит предложение смотрите то есть вы когда берете в команду футболиста он молодой перспективный технику него все такое он 20 лет он хорошо играет а в 30 лет вы уже от него избавляетесь но за исключением за исключением значит у одних уникальных футболистов да ну вы знаете это вратарей а почему вратаре то есть на вратарей вот этот возраст не действует а потому что вратаре у вас не бегают то есть они стоят в воротах они стоят то есть всю игру они стоят ну это в какой-то момент прыгают остальные футболисты они бегают по полю нападающие защитники ползач не важно если вы посмотрите есть специальные датчики да там карты рисуют то есть сколько футболист пробегается матч и главное с какой скоростью он пробегает за матч и вы если посмотрите то то чем моложе футболист чем очевиднее у него скорость выше но чем стареет футболист ну старею кавычках уж 30 лет как бы это молодой человек считается то есть 30 лет от человека молодой а футболист старый на то есть они стареют по одной по одному признаку они у них скорость скорость у них падает так вот у меня предложение предложение значит вот какое то есть у нас есть препаратов который мы можем испытывать можем испытывать а на модельных организмах да то есть на всяких там мышах нематодах и и прочих дрозофилов но зачем то есть я предлагаю испытать этот препарат на людях и вот вот этот эксперимент оплатит нам кто ну товарищи значит футбольные клубы то есть футбольные клубы оплачивают нам вот этот эксперимент значит в чем заключается договор да мы даем вам формулу препарата мы даем вам формулу как его принимать и эти анализы которые вы будете сдавать все данные получит павел получим мы вот то есть если вы покупать футболистов за какие-то миллионы долларов до десятки миллионов ну пару миллионов как бы вы можете на этот эксперимент потратить значит вот вот эти препараты которые которые у нас есть они значит не подпадают ни под какие допинги как бы и так далее там подобное то есть вы можете купить их в любой аптеке без рецепт в любой аптеке вы можете купить их без рецепта и мы проверим просто вот на тех датчиках то есть вот у вас футболист вот он бегать с такой скоростью на вот он как бы с вас начинает ее терять на мы не обещаем что у вас тридцатилетний футболист забегать как двадцатилетний как бы хотя нам это не интересно вы просто будете сравнивать то есть две контрольные группы берем одни принимают другие не принимают и смотрим как и все то есть и не надо вот эти клинические испытания бесконечные а почему а потому что как бы это что эта штука разрешена ни под какие как бы законы не подпадает вот и все а чтобы там не было всяких коммерческих штук то есть значит кто но если у вас есть там какие-то значит большие деньги да вы можете заключить с нами ну то есть эксклюзивный вот а если хотите склюзивно то есть я сейчас буду обращаться как футбольный клуб ко всем которые найдут и мы будем ну . кто-то по-любому как бы согласиться значит получится не получится это как бы не факт ну то есть вы вы платите не за результат вы платите за возможность может он не действует а может действует на но если вы откажетесь ваш конкурент какие-то из ваших конкурентов согласятся вот то есть вы можете сказать какие-то гигантские просто деньги на самом деле то есть но явно что как бы футболисты которые бегают лучше скорее всего не будут выигрывать при прочих равных условиях не вот эти вот которые как у нас в анекдоте да то есть как ходьба с мячом по полю на будет не ходьба вот и все вот вот хоро хорошее приложение то есть если они не хотят на мышах из поиск ну как бы на мышах нам и не интересно на самом деле потому что там возраст вот и все лекарства старения то есть там главная эта фишка в том чтобы никто не знает как мерить возраст биологически не биологически там те эти как бы чит часы всякие мамы и биомаркеры это все как махинея вот у вас будет прямой результат вот он бежит с такой скоростью вот он бежит с другой скоростью вот и все это реально это не шутка это реально предложение ну скорее всего кто кто-то уже как бы что-то подобное как и использует ну потому что как бы мы знаем что футболисты они в среднем они как бы гораздо более спортивны чем все остальные люди но вы просто просто посмотрите будут результаты нибудь результат то есть вы получите выгоду мы получим как бы данные что как бы это препарат работа была их препаратов бесконечное количество нас вами там их тестить не перетестить я вам предлагаю вот именно на скорость на скорость футболиста больше ни на что он там не будет лучше забивать и все такое просто вот он будет быстрее бегать ну или как бы меньше уставать и то это все ну то есть будет какая-то или не будет думы вот вот в этом эксперимент заключается ну я считаю что будет потому что все данные сейчас проводится миллионы опытов как то есть все эти препараты они тестируются они тестируются можно посмотреть есть специальные значит базы данных где вот этот препарат тестируется там но дело в том что то есть там клинические испытания не проходит а результаты как бы не опубликованы и я думаю что они никогда не будут опубликованы эти результаты но потому что там они годами эти висят исследования первая фаза 2 3 4 и как бы опубликации нет но их и не будет потому что но эта штука вы понимаете что за штука это преимущество то есть в спортивной медицине то есть если вот вы посмотрите вот я почему вот об этом разоговорил потому что спортивная медицина это как бы ну самая пиковая сейчас медицина вообще в мире и тем не менее вы видите на что все равно это не помогает потому что у нас большинство футболистов в 30 лет они уже из клубов короче которые за что-то претендует и за что-то борется на они постепенно как бы переходит в другие клубы которые сперва ни за что не сборется потом ниже лига как бы потом так далее но вы знаете как бы историю любого футболиста на то есть пока он может он играет как бы и получает большие а потом он постепенно к ну есть конечно как исключение там всякие месси и прочее но это исключение из правил который только подтверждает правил то есть в любую сборную влю в любой клуб всегда набирает молодых и перспективных а не мастеровитых обращайтесь все ссылки в описании